Всем привет, с вами снова Ним-42, и мы с вами продолжаем проходить серьезного Сэма-3. А, я, честно говоря, как вы помните, проходил его настолько давно, что я нифига не помню, где я остановился, и у меня, к тому же, внезапно сантилла сохранка. Поэтому вы уж извиняйте, если я где-то не совсем с того места начинаю проходить. Скажите мне, вообще, ничего со звуком, потому что я опять заново настраиваю, нормально ли меня слышно, и не громко, и тихо, и что с игрой? Я примерно на том же месте, кажется, скорее всего, начинаю, потому что мне пришлось до него находить с начала этого уровня. Я не знаю, куда делась сохранка, но облако Стима почему-то мне его не выбило. Вот, так что я не знаю, в чем прикол. Мне пришлось заново все это проходить, я здесь сохранился примерно на этом месте. Я, кстати, научился уворачиваться, в принципе, вокруг этих гадов, но еще не до конца. Мне нужно, конечно, отшлифовать все это дело. Блин, зачем я на него патрон потратил? Крабовика. Ой, там что-то сзади лежит, блин, я как-то не заметил. Вот, короче, я вроде как здесь где-то закончил. Продолжаем с этого места. Что еще хотел сказать? Я, наверное, уже за прошлые две серии успел нажаловаться о том, что они ушли от корней от своих, и то, что все очень как-то слишком реалистично и по-дурацки. Но, честно, я вот пока проходил, я прочувствовал на своей шкуре просто, что не это самое дурацкое, в том, что они решили убрать, а то, что они ввели просто тучу. Блин, кто мусор на лавочке оставляет? Вот свиньи. Что они решили ввести просто тучу врагов с лучами, стрельбой и лучами. Это просто ужасно. Это настолько уход от своих корней, что я прям не знаю, что хочу сказать, потому что очень, очень тяжело, когда они просто меняют геймплей полностью. В плане того, что мне вот самому, я сейчас вначале, когда я проходил, мне просто приходилось время прятаться по углам. То есть, вы понимаете, что игру, которую делали исключительно для того, чтобы было изначально, исключительно для того, чтобы высмеять все старые шутеры с их вот этой вот системой, потому что типа до хрена врагов, то есть делали изначально целенаправленно, чтобы дикий-дикий такой геймплей вести, такой дробительный, и он был. А сейчас вначале мне приходилось тыкаться за все вот эти стенки, постоянно прятаться, потому что враги были с оружием, который стреляет не снарядами, как меня попали... А, меня сзади попали. Которая стреляет не снарядами, а которая стреляет направленно. То есть это очень неправильно, как по мне, если тихо было. То есть, когда я буду делать игру, обязательно нужно ввести как можно больше врагов, которые стреляют исключительно снарядами, а она будет вот вообще полностью скиллбейст, исключительно. Никаких вообще лучей, это идиотизм, как по мне. Еще на самом деле, с первого, ну, это еще первым, и это все время висимо, потому что когда играешь в несколько уровней сложности, с этим практически ничего нельзя сделать. То есть это очень неправильно, как по мне. Максимум одного-то врагов, но я не знаю, что не было. Ну, что все время можно было вернуться. Потому что вот как сейчас, допустим, видите, вот они стреляют на внутреннюю, а не всегда можно вернуться, это скиллбейст. Это все время дает возможность игроку показать, насколько хорошо он умеет играть. Еще, кстати, очень странное ощущение было, я так думал, совсем не замечал. Раньше, по крайней мере, когда начинал выходить третьим сэмом, потому что я когда включил игру, внезапно у меня начали болеть глаза. Я понимаю, что это очень странно. Балет, задел. Ду-у-у-у, это сам его взорвал. Потому что я не мог никак понять, в чем прикол. Раньше же такого не было, правда. Я, конечно, играл с нового монитора, с старого компьютера, но... Прикол, скорее всего, может быть исключительно в игре. Там, с монитором, понятное дело, у меня все в порядке, и с ними ничего такого просто может произойти. Ой-ой-ой, спокойно. Вот самое жуткое, что может случиться в такой ситуации, то, что я могу убереться спиной куда-нибудь. Кстати, слушайте, как у меня дофига патронов. Это круто. О-о-о, вот это они на меня пустили. Я не помню, какая была ситуация, когда я начинал тут проходить, но на самом деле у меня, знаете, такое сильное ощущение, что у меня как-то намного больше повезло с пикапами на этот раз, потому что у меня там и броня, и хп, и патронов. Я не припомню, что такое в прошлый раз было. Вот это странно. Ну ладно, я на самом деле рад, это хорошо. Я столько секретов здесь понаходил, блин, пока пытался снова дойти до этого места. Это только сбоку орут. Это очень странно. Как вы не говорите мне, что со спиной где-то выбегут? Ещё мне кажется, что я то ли не знал, что здесь клингсаив есть, то ли не пользовался, и поэтому я, кажется, много раз умирал. А сейчас я, как-то, знаете, нажимаю F6, и просто автоматом. Ну как в дубе. Мне правда не нравится то, что F6, а не F5. Я уже как-то, я не привыкнул все равно. Может, хоть что-то, я думаю, я теперь смогу человеческие сохраняться каждые пять секунд, и не должно быть никаких проблем с прохождением заново половины уровня, потому что я непонятно где загрузился. Обожаю расстреливать этих гадов. Кстати, я что-то совсем забыл, что здесь такая приятная расщелёнка. Она хорошо сделана, но в плане, что я вот, я ломаю голову пока, потому что я в бане. Ну и так сильно мешает, потому что я пока нигде не видел, я не знаю, каким образом делать вот этот вот урон, собственно, расчленение персонажей, если они в 3D-модели. Я представляю, как я их сделаю нумерно. Рисуешь просто другие картинки, спрайты, и, соответственно, при состоянии, состоянии игрового объекта, типа, нанесения урона, или ещё что-нибудь такое, представляешь отображение этого спрайта. А как это дело с 3D-моделями, я не знаю, поэтому мне очень интересно смотреть на повреждения, как это выглядит, надо запомнить. Блин, вот один гад только у меня врезался, и уже хп нет. Так вот, ну, короче, урон, основанный на лучах, это бред. Я уже говорю про то, что как они ушли в реализм. Они же всё время позиционировали свою игру, и выезжали за счёт мультяшности, сочности, красочности. Такая красочная была игра. И вот смотреть как-то вот на это довольно странно. Надеюсь, короче, потом такого не будет. Потому что хотя бы когда я дрался с скорпионами, я не помню, как это называется. Короче, гигантские вот эти штуки, которые похожи на скорпионов, которые с 6-2-кой. Я настолько давно играл в первого эсэм, что я, честно, я не помню, как там было, но я почему-то практически, практически, верен вам, не помню, но почти, что они тоже стреляли снарядами, как-как-как-как вот эти вот места, скорее всего, будут какие-то большие снаряды, от которых тоже можно как-то увернуться. Ладно, может, это, конечно, не так, но, блин, мне очень что-то так сейчас кажется. А здесь оно как-то очень сильно, прям, вот, если есть визуальный контакт, если эта хрень меня видит, то, прям, невозможно ничего сделать, надо обязательно стоять, как-то так вот, прятаться, блин, выглядывать, стрелять, это очень сильно напрягает. Блин, только что радовался, сколько у меня патронов было, уже нихрена нет. Я, кстати, прохожу, если кто забыл, к сожалению, не на самой максимальной сложности, а на последней, потому что последняя, блин, почему-то закрытая, я не понимаю, почему. Это много бутылок! Я помню, что от них очень тяжело было уклониться в оригинале. Вот, прям, почти невозможно, по крайней мере, для меня. Здесь, смотрите, что-то как-то вроде получается. Это да. Я бы сейчас говяденький хороший наверху. Блин, вот специально, смолочь, пряталась. Кстати, он был заранее за спаунинг, это рады. Мне вообще кажется, не видно, что здесь спаунились враги. По крайней мере, я этого не пользуюсь, потому что в первых двух сериях есть, я свои серии не пересматриваю сам особо. Может, там и есть, но сейчас я, по крайней мере, здесь не вижу, чтобы они спаунились, это рады. У меня уже после синдрома и эфира, мне кажется, что эта хрень может быть интерактивной, можно куда-нибудь залезть. В этом серии проверяю на всякий случай. Карат, я на ЛЗ. Это слишком холодно, я не могу пересматривать. Открывайся, я приду и получу тебя. Рождество! Потому что я, конечно, помню, что в первом сами были спаунивающиеся враги, причем много там было, типа, телепортации, они прямо из воздуха просто появлялись довольно часто, на каком полном было. Вот те же, те же жабы во втором энкаунте, а может, в первом даже, я не помню, были ли они в первом, но во втором, короче, точно были. Вот, прямо из воздуха при тебе появлялись. Никогда особо этого не любил, мне больше нравится, когда они когда все мобы, враги, как-нибудь грамотно заранее расставят. Так намного интереснее смотреть, если они в них лазят. Вот эти стандартные враги, сэмовские, меня вполне себе устраивают, видите, они время снарядами стерляют, и всегда можно угодиться. Нонятное дело, что когда они будут со всех сторон, в общем, высока вероятность того, что я попаду просто в случайную гублю, шальную, потому что они просто по всему летают. Вообще по всему. Но так даже интереснее. Болеет? Спокойно. Сразу видно, насколько сильно важен скук в играх, когда единственное, как я могу ориентироваться на то, с какой стороны бежит камикадзе, это возможно, потому что я же его плеть не вижу заранее. Слышно только вот этот вот спор. Я, кстати, практически заканчиваю свои базовые курсы, которые я практически используя, поэтому скоро, наверное, будет много контента по геймдеву, когда я буду начинать реально пытаться что-то сам уже делать, потому что у меня у меня сейчас была забара с курсами, поэтому я особо в своих играх не копался. А, бежит, сволочь, он быстрее меня бежит, интересно. Да, он быстрее, по крайней мере, с той же скоростью бежит, это опасно. Тихо. Ой, как я это, с помощью стрейфа просто. Блин, 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 блин. Я, кстати, давно не сохранялся, сейчас мне дрынгец не дрынг не открывают, да? Ну, дайте я тут сохранюсь. Ещё почему-то Сэм, знаете, что делает? У меня на ноуте встроенная вот эта вот фигня с подсветкой клавиш можно, типа, своё поведение разное строить, чтобы были разные комбинации цветовые и настраивать. Оно всё настраивается, как это называется, господи, я не помню. Блин, задумался, не туда посмотрел. Короче, можно выставлять, там сохраняется несколько разных версий, того, как вы хотите, чтобы клавиши подсвечивались. Некоторые игры или приложения, я так заметил, они автоматом меняют настроение цвета. я себе просто такую радку сделаю, чтобы красиво было там. Нет какой-либо, не знаю, дикой логики по поводу того, почему я именно так сделал, я просто сделал, чтобы было красиво. Сэм, вот, допустим, сам автоматом переписывает цвет кнопок, я не знаю, почему и как, но у меня ощущение, что он переписывает фон цвет хп, потому что у меня автоматом вся клавиатура, флока, или тврфская, вообще всё светится арами, что-то, потому что постоянно мало. Когда я выбираю, оно светится красным. Оно, конечно, прикольно, но, на самом деле, меня немножко не скажу, что прям совсем не нравится, но я бы предпочел, чтобы у меня моё осталось. Блин, 7 хп, ё-моё, ты цена. Тихо, безопасное сохранение, вот так хорошо. Здесь ещё надо обязательно постоянно светить за тем, каким образом в руках есть и ты сохраняешься, потому что, блин, так может за миллисекунду просто сохраниться до того, как у меня что-нибудь прилетит. Понятно, что такое, конечно, и в остальных хп сбывает, но, блин, ну, есть ли эти хп, или я всё подобрал уже, блин, ничего нету, да? Опасненько, однако. Мне их нужно всех собрать в одну, блин, просто боевое построение в одну, но они все бегут с разных сторон, поэтому я не знаю, что мне с этим делать, я просто не могу одновременно собрать всех в одну, в одну, в одну, не поберев, при этом, если они бегут со всех сторон сразу, одновременно. Особенно, вот эти вот прыгающие, они могут там далеко прыгнуть, чтобы потом не упали, а что он за спиной. нужно прям одновременно следить, такое ощущение, чтобы были глаза на затылке, обязательно, потому что я не зачувствую их в нём, не, ладно, значит, у меня есть идея, возможно, если я буду бежать в таком, нормально. Балее. Как-то он слишком далеко вроде прыгнул на меня прямо из-за этого. О, это аптечка, это аптечка, да, это аптечка, ушло, так хорошо. Не надо прыгать, не надо прыгать, бали на 5-ю-ю. Я ещё, в принципе, более-менее разобрался со станами, они, ну, относительно нормально станутся, относительно. Я ещё не то, что очень привык, но, по крайней мере, от дробовика можно, как называется, господи, cancel, отмену анимации, короче, и запускать, если они станутся. Но для этого, насколько я понимаю, нужно мощное оружие, соответственно, чем мощнее оружие, тем проще они будут станутся. дробовик не должен быть ника сильная пушка, поэтому не всегда, конечно, проходит. Анимация полёта, допустим, кажется, не станется. То есть, если у кого-то пскотина прыгнет, я уже ничего не сделаю, мне нужно прям уворачиваться именно от этого. Блин! Аккуратно! Ужас какой! Ну, меня, по крайней мере, воодушевило то, что я нашёл хотя бы одну аптечку. И, если есть здесь, почему бы где-то ещё? Я думаю, если аккуратненько побегать, то, ну, я что-нибудь ещё могу найти. Конечно, да, основная проблема в том, что они очень быстро бегают. Это при том, что я сейчас ещё шип не зажал. Я даже боюсь представить, что было бы, если я его не зажимал. на самом деле, намного приятнее, конечно, когда персонаж бегает быстрее, чем моба. Потому что я, честно, я вот, не знаю, это очень тяжело, когда приходится, когда приходится как-то монсировать, непонятно, как, чтобы заеведить мобом. Я просто привык, что вот реально, что в первом, даже в третьем, да где угодно, в принципе, бегают быстрее, чем противник. Мне как-то странно. Странно ощущать, что меня кто-то перегнать может. Я даже не могу сходу вспомнить, в принципе, ни одной другой игры, где было подобное. Ну, сходу, понятно, что, скорее всего, у меня-то ещё есть, но, блядя, я вот не могу как-то здесь вспомнить. Зато меня радует, что они тупят с переходом в хомуты, видимо. Малет! Я, кстати, подозреваю, что здесь, скорее всего, есть распрыжка, но из-за моей враждённой переворудности я, понятное дело, не могу этим пользоваться. Мне для этого тренироваться надо, я не знаю, сколько просто. Блин, такое ощущение, будто при этом игра лагает. Кремоватая, конечно, оптимизация, я не знаю, почему, потому что игра уже довольно старая. Уже. Сколько времени мне прошло с ее выпуском, я не помню. Ещё хэдбоб дико весит, я никогда его не любил. Знаете, когда вот так вот прыгаешь из-за качания головой, превращается просто в такой в аттракцион, как быстрее стошниться. Вот меня реально от этого укачивают, я поэтому всё время оттупаю футбол, я сейчас, когда даже настройки из-за первоначального делал персонажа, сразу залез в настройки и вырубил качание головой, потому что придолок по мне. Не знаю, зачем это всем на реальность уже. В ближайшее время должно быть очень плавное. Я не знаю даже, с чем проще всё сравнить, но вот, я сейчас недавно пробовал, я когда Эмит Вивил снова включил, сервис записывал, мне больше всего из последних игр там пока управление понравилось. Понятно, что может мне где-то ещё больше понравится, но я именно из последних что по прям в ближайшей памяти было. Но там просто потрясное управление, очень хорошее, там приятный скорость бега, там сделано что персонаж по дефолту бегает, то есть если хочешь идти, нужно шифт зажать. Шифт нужен именно для ходьбы, а не для бега, дефолтный бег включён, и такое ощущение, будто управляешь, знаете, таким крейсером на низкой посадке, то есть как будто так вот сидишь и такой очень быстро едешь. Я пытаюсь добиться вот именно такого ощущения, и это на самом деле довольно тяжело, но удивление сделать, я не знаю, как ли я только заметил на тюрьме сверху, видите, как туда попасть. Это ж явный секретик. Только, блин, как? Я не вижу никаких не лезть, если чё? ЛЗ открыт. Я буду оттуда. 10-4. Ну чё, собьют вертолёв? Делаем стат? Да, ну конечно, его собьют, как-то без этого. О, бед. О, биомеханоид, да? А у меня 7 хп. Да. Здравствуй, дорогой друг, давно не виделись. Ты милый. Это да, красавчик. О, даже музыку не успел послушать такую замечательную. Блин, они меня это... Меня сейчас заставят снова смотреть, да? В смысле, тут чё кто-то стоит? Где? Вы же это слышите, да? Здесь ещё этот костяшки бегает. А где? Странно. Застрял, где-то в этом. Ай! Ой, 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 спокойно, я чуть не сохранился только что. Скорее всего, между прочим, меня сейчас кости и убили. Кажется, он где-то застрял просто в текстуре. нет. Тихо. Сейв. Так, прячемся, прячемся. Вот тут сейвимся. Всё. боже, какая музыка. Блин, как он быстро бегает. Вы издеваетесь? Вы это видите? Просто часть не делать буду. Блин, меня на самом деле больше обстражает просто я музыку не могу послушать. Да, капец, это прям, я не знаю, это лучше, чем с спайдер-мастер-майндом просто из губа. Нам хотя бы можно было реально от него спрятаться. я никогда никогда не думал, что он так быстро бегает. Ой, блин, не ожидал. На самом деле, вот это не очень хорошо, потому что они сами же убивают стиль игры, которые пытаются пропагандировать. подразумевается, что должен быть дикий экшот с дикой беготнёй, а мне приходится вот как я и говорил, опять вот так вот прятаться на момент. Это неправильно. Я не знаю, как еще это делать, как проходить, если он двигает быстрее меня. Я не понимаю, почему об этом не подумали заранее, но это реально неправильно. Блин, а еще я не понимаю, как взрываются ракеты, потому что еще никуда не открываются где-то в воздухе передо мной, даже не касаясь меня. Оу, их можно взрывать, вы посмотрите, этого я не замечал. Вот как я сейчас умер, если ракета взрывалась, мне это поймёт. Да, она взрывается где-то слева от меня. почему, блин, что происходит? Надо сбежать, это не. Она даже не взорвалась, еще я умер, вы это видели? Блин, я что-то не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Блин. Заделся-таки гад. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok